Здравствуйте, дорогие читатели библиотеки! Вас приветствуют педагоги студии прикладного дизайна «Клад». Мы работаем в 23-й школе и уже 25 лет сотрудничаем с членами ассоциации союза мастеров народного искусства «Оникс». Меня зовут Мария Ивановна, а меня Ирина Анатольевна. Сегодня мы вам представим мастер-класс, научим вас на мастер-классе создавать авторскую бумагу и из этой бумаги создавать панно под названием «Здравствуй, лето!». Для того, чтобы... Приступаем к мастер-классу, для того, чтобы нам начать, нам нужно представить материалы, которыми мы будем работать сегодня. Нам потребуется вода, кисти, акварельные краски, потребуются ножницы, клеевой карандаш и яркие фломастеры и маркеры. Два листа белой бумаги – это А4 набора «Снежинка» или альбомный лист. Основой будет служить лист альбомный или картон в любой цветной. Итак, мы начинаем создавать авторскую бумагу. Эта бумага уникальная, потому что каждый человек, создавая ее, придумывает свой неповторимый рисунок, свою какую-то вот такую интересную, оригинальную расцветку. И поэтому, потом делая из нее какие-то работы, эти работы окажутся тоже уникальными, и у каждого будет свой неповторимый рисунок. Первый лист мы берем любую гамму, приятную нам, для того, чтобы создать оригинальные цветы. И создаем какой-то определенный свой рисунок для этих цветов. Мы можем взять розово-сиреневую гамму, фиолетовую, мы можем взять желто-оранжевую гамму. То есть все, что нам нравится, и создаем какие-то, рисуем какие-то неповторимые линии, какие-то интересные внедряем черточки. И это вот первый лист, который создаст нам какие-то необыкновенные цветы. Мы можем прямо делать такие вот методом примыкания, крапинки, мы можем делать волнистые линии. А второй лист, наиболее линии, да. Для зелени мы берем все оттенки, которые мы можем увидеть в листе. То есть, начиная от желтого, переходя на зеленый, причем зеленые можно брать разные оттенки, и даже потом внедрить еще темно-зеленые оттенки, и даже синие. Из которых потом будем вырезать различные формы. Эти формы нам пригодятся для нашего пану. А так как мы назвали его «Здравствуй, лето», то понятно, что это будет какая-то клуба, или какая-то грядка с цветами, газон какой-то будет цветочный. Цветы будут какой-то простой формы, там, пяти лепестковые, семи лепестковые, а может быть, это будет форма колокольчиков. Мы уже потом нафантазируем, когда посмотрим на нашу авторскую бумагу. Они могут быть полосатые, мы можем раду вырисовать, можем крапинки. Ребенку это под силу, это наоборот им интересно, они с удовольствием будут молебовать и разрисовывать. Лучше сделать это быстро, потому что как раз по водной основе у нас получается разнорасполнен. Какие-то такие заливки красивые. Потом уже сверху по рисунку мы можем делать точечки, мы можем делать тонкие полоски, мы можем еще подрисовывать какие-то зигзаги интересные, крапинки и так далее, чтобы у нас получилась такая вот красивая красота. Так, у нас авторская бумага готова, она высохла. Если где-то занятые места бывают, можно проработать в тюгом и подготовить ее для работы. Вот у нас, значит, мы рассматриваем ее сначала и выбираем те места, красивые места или более выразительные места, мы подбираем их для будущих цветов. И начинаем вырезать просто фрагменты, ну, чтобы получилось, например, допустим, 5-7 таких фрагментов. Вот такие вот у нас красивые места. Так, это у нас для цветов. Цветы выбираем, теперь переворачиваем, и можно фломастером, можно маркером, можно карандашом. Мы рисуем простую форму. Это могут быть 5-6-7 лепестковые цветы. Вот такие простые формы. Если здесь вот есть оттенки, например, допустим, синие оттенки, то мы можем рисовать форму колокольчика, как будто похоже на корону. Мы можем рисовать много лепестковые цветы, когда много маленьких лепестков вот такой округлой формы и так далее. И поэтому... Главное, чтобы они у вас по размеру тоже получились разные. И крупные, и средние, и можно даже маленькие запустить. Да, вот такие интересные формы мы прорисовываем. Все. И начинаем вырезать. Вырезаем и выкладываем. А так как мы сказали, что мы за основу берем картон или альбомный лист, то мы начинаем сразу же, можно даже сразу вот так их класть. Вот такие вот укладываем. Гигантизм у меня получился. Поменьше немножко возьму, потому что, чтобы побольше цветов вошло, нам уже надо показать, что это лето пришло. Лето цветочное, праздничное. Подарите такую радость красивую своей работой. Это вот наш цветочный клон. Да, цветочный клон? И теперь мы делаем листья. Мы должны взять бумагу, где мы рисовали зеленые, делали зеленые оттенки все, и с краю нарезать вот такие вот стебли. Просто вот произволено полосочки, зеленые полоски. Причем их можно делать не просто, например, по прямой, а можно немножечко вот так вот с изгибом, прямо вот так заворачивая рукой. Как будто бы у нас мы потом будем такой создавать фонтанчик. Вот, например, вот таким образом. Так, подставляем. Так, такие вот кусочки. Все, подставляем. Вот такие очень красивые оттенки синего. Тоже вот такие красивые. Так, здесь тоже мы сюда вставляем. И у нас уже более-менее все цветы получаются со стебелечками. А это остаться? Да, это остаться. Мы будем вырезать листья. Листья у нас должны получиться некоторые крупные, а некоторые маленькие, чтобы у нас было разнообразие в нашем саду. По форме лист напоминает форму глаза. Вот форму глаза, такую более миндалевидную, удлиненную. Прямо вот просто, знаете, двумя движениями. Первое движение – это дуга, а второе – навстречу этой дуге. Дуга и навстречу. То есть, лево-право. Мы прямо произвольно из кусочков создаем вот такие интересные листья. А можно нарисовать, а потом вырезать их? Да, конечно. Чтобы проще было с ребенком, нужно первоначально можно вырезать. И вот мы прямо создаем такую цветочную клумбу с множеством листьев, полосочек и так далее. Уже получается какой-то праздник. Вот сейчас создается композиция. Ирина Анатольевна укладывает наши новые созданные формы, которые мы сейчас нарисовали и придумали. А я расскажу вам, как можно сделать работы более сложные, более выразительные, какие-то еще дополнительные вводить элементы. Например, вот можно такой же сад создать цветочный и вставить туда полосатую кошку. Это, видимо, картинка на даче. Можно делать вот такие оригинальные букеты на темном фоне. Значит, тоже из авторской бумаги делается ваза. Вазу можно делать различных форм. Цветы можно подрисовку делать, стебельков. Можно тычинки прорисовывать. То есть, создание какой-то очень оригинального такого интерьерного букета. Также можно из авторской бумаги сделать набор посуды, значит, плашка стола и сделать какой-то декоративный цветок. В чем для цветок? Декоративный цветок нужно даже назвать «аренький цветочек». Почему? Потому что вот он один, и он такой красивый, и у него множество бутонов. Начинаем со стебельков. Конечно, сначала стараемся их распределить по нашему фону на расстоянии, чтобы цветы нашли каждый цветок. Да, чтобы у каждого цветка было свое определенное место. Так, сейчас. Так. Немножечко с изгибом. Это даже интересно, это даже хорошо, потому что это живизму дает. Теперь мы приклеиваем цветы. Причем цветы приклеиваем тоже на разном расстоянии. Выше, ниже, и чтобы было какое-то движение. Так. Так. Можно потом уже по ходу просто добавлять еще коротенькие стебельки и садить цветы в нижний ряд. Ну, из них передний план у нас будет решение. Так. Так. Нет, подвините, пожалуйста. Ну, и вот то, что мы с вами композицию создали, мы в нижнюю часть и в свободные места добавляем красивые наши живые, прямо вот рисунчатые листья. Вот это вот здесь вот так. Создаем массу такую. Все это делается очень быстро. И вот листья могут быть вот так вот с двух сторон от стебелечка. Они могут быть так немножко прямо снизу, где ходить немножко на цветок. Они могут быть где-то сверху, потому что из-под стебелечка, из-под цветка вот так выглядывать. Так. Очень красиво получились листья, потому что они вдруг как живые. Акварелью прорисованные с какими-то прожилочками, с какими-то интересными пятнышками. Как будто бы свет на них где-то упал, где-то в тени. Очень красиво. Так. Можно. Так вот. Такая композиция. Сегодня мы с вами вместе с авторской бумагой, которую научились делать, создали вот такие яркие фанно. И мы посвящаем эти картины Международному дню защиты детей. Поздравляем всех с этим праздником. Всем желаем здоровья и хотим, чтобы вы своими руками создавали счастье и радость вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok